Я сказал, стартуем! Яндекс, банки, кеты, вентилятор. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Тот день наступил. Что за день? День, когда Яндекс окончательно охренел. Сегодня один подписчик из телеги скинул мне материал. Зовут его Алекс. Реального имени не знаю. Знаю, что с Украиной. Огромное большое спасибо за данный материал. Я был на работе. Ну, короче, я об этом не знал. Когда узнал, я просто прихренел. Что происходит? Яндекс выпустили новое приложение. Называется оно Яндекс Телемост. Данное приложение, как бы, оно соблюдает традиции Mail.ru. Ну, Амигу, помните, да? Все вот эти веселые вещи, которые самостоятельно попадали к вам на компьютер. Так вот, он начал попадать к людям на компьютер. И у людей начало пригорать. И они начали задавать Яндекс консультантам, короче, различные интересные вопросы. Например, что это такое? Как это попало ко мне на компьютер? И скриншоты того, что отвечали эти консультанты, было, конечно, очень весело. Это не фейк, ребята, потому что, ну, вот на Хабре, например, все то же самое есть. Как бы, и мы сейчас разберемся, что это вообще такое и почему так произошло. Итак, девушка с ником Анастасия Патт написала, что это такое и откуда взялся на моем компе. Спрашивает у Яндекс консультанта девушка. Ему отвечает консультант. Здравствуйте, мы хотим, чтобы видеосвязь стала доступнее, поэтому добавляем Телемост в другие сервисы и приложения Яндекса. Отдельно удалить Телемост пока нельзя. Но ваше положение мы уже передали разработчикам. Как временное решение, можно удалить ярлык с рабочего стола, я как понял. Давайте объективную информацию. Смотрите. И вы, конечно, я думаю, можете установить отдельный Яндекс Телемост. Но тут ситуация заключается в том, что у девушки стоит что-то от Яндекса. Похожая ситуация с Яндекс Браузером и Алисой. Правда, в этом случае вы можете, например, из Яндекс Браузера удалить Алису, а Яндекс Браузер из Алисы удалить вы не можете. Правда, у меня до сих пор где-то хранится старая Алиса без Яндекс Браузера. Возмущение девушке вполне себе нормальное. Дело в том, что она использует Яндекс Диск. Ей нахер не нужен этот Телемост. Она не хочет его использовать. Но Яндекс, короче, взяли во все свои сервисы и впихнули в эту хреновину, которая нахрен никому не нужна. Ладно бы они ее спрятали как отдельную какую-то функцию. И кто хотел бы, это все дело мог бы запустить. Не было бы шума. Так вот, появился у девушки на рабочем столе ярлык. То есть Яндекс Диск обновился, новая версия вышла. И вот на рабочем столе вот такой вот сюрприз. И в поддержке говорят, слушай, удали ярлык и не морочь нам к голову. Но, однако, они там что-то разработчикам передали. Я думаю, что разработчикам похерен. А почему похерен? Потому что люди, которые используют Яндекс, они же не читают лицензионное соглашение. Понимаете? А там они себе уже все, что нужно, прописали. Ну, на тот случай, если какой-нибудь недовольный пользователь решит там что-нибудь пуркнуть, там муркнуть, ему вот тыкнут вот такую вот штуку. То, что Яндекс никак не нарушает права пользователей. В лицензионном соглашении на использование настольного программного обеспечения Яндекса сказано, что в состав программ в качестве отдельных ее компонентов входит стороннее программное обеспечение. То есть они могут засовывать туда все, что захотят. И вас не спросят. Не нравится? Терпите. Возьму ради забавы я этот телемост и поставлю. Скачать его что, отдельно нельзя что ли? Вот Яндекс Телемост. Создать видео встречу. Нет, я хочу скачать отдельно эту программу. Иди ты ради бога отсюда, а то я снору. Тут появляется код с лицом больного какого-то, да. Написано, что я Лео. Видимо, я могу добавить кого-то и, точнее, поделиться с ним ссылкой и вести беседу через браузер. Короче, как отдельная программа-то не распространяется, как я понял. Просто Яндекс все это дело вшивают сразу в свои сервисы программы. Тут написано, что это сервис для того, чтобы по-быстренькому прямо из браузера, короче, замутить конференцию и типа вечеринка, бла-бла-бла, веселуха. Ну и написано, что длительность встреч в Яндексе не ограничена. А сколько можно подключить людей, интересно. Ну, вроде не написано. Кстати, в справке, допустим, инструкция для Android написано, что телемост используется в Яндекс.Почте и Яндекс.Диске. Странно, что девушка только недавно все это дело заметила. Сейчас бы лить ведро какашек на Яндекс. Ребята, но вы не читаете лицензионное соглашение. Ты Достоевского-то читал? Что Яндекс, что Майл.Ру и подобные компании, они коммерческие, понимаете, троглодицкие. Они вам дают бесплатно софт, но взамен берут вас в рабство по своей сути. Впаривают вам уйму своих сервисов, понимаете? И если вы уже на это подписались, как бы, терпите, терпите. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Еще на Хабре пишут, что поддержка врет о том, что существует только ярлык на рабочем столе. Это я уже по мере здесь как бы изучения читаю. То, что Яндекс.Телемост не просто встроен в Яндекс.Почту или Яндекс.Диск. Не, ребят. Он еще в отдельной папке тусуется. При этом, да, его нельзя удалить. Благо, я Яндекс.Диск не использую. У меня есть диск Майл.Ру. Но он, блин, знаете, как-то вот такой вот ршака здесь пока не заметил. Почему Майл.Ру? Они мне 100 гигов дали. Вот видите, папочка. Вот видите, есть Яндекс.Диск. Или есть Телемост. То есть отдельная папка программы. Чему это все тут пишут? Но если есть отдельная папка программы, значит и удалить программу можно, понимаете? Просто кто-то не хочет, чтобы вы эту программу удаляли. Как-то так. Ну что ж, господа, на этом я заканчиваю. Всем пока. Спасибо за внимание. Читайте лицензионное соглашение. И все у вас будет хорошо. Всем прекрасного вечера.